друзья привет сегодня знакомая для вас рубрика нашем канале обзор напрямую с японии в создании этого эксклюзивнейшего контента нам помогает евгений с канала чиполинка жизнь японии сегодня у нас на обзоре компактный кроссовер toyota corolla cross это та corolla в кузове кроссовер которую мы еще не видели это первый кроссовер на базе corolla созданы и из этого видео нам надо сделать вывод и понять а что прикупить ближайшие годы это будет toyota chr либо можно покупать toyota corolla cross как она выглядит внутри снаружи какие цвета какие технологии под капотом все в этом видео ребят предлагаю не затягивать а быстрее смотреть поехали сергей привет спасибо что обратился ко мне за обзором нового японского автомобиля напрямую из японии с вами евгений с канала чиполинка жизнь японии сегодня на обзоре у нас новый автомобиль toyota corolla cross обсудим внешность интерьер нового автомобиля его технические характеристики ну и конечно подтестим его в движение смотрим до конца впервые toyota corolla cross был представлен летом 20 года в таиланде для юго-восточной азии и тайваня на внутреннем рынке японии автомобиль появился лишь в двадцать первом году таким образом toyota расширила линейку автомобилей corolla добавив туда впервые кроссовер toyota corolla занимает ступень ниже чем раф 4 но намного больше и практичнее чем see each are хотя она делит с этим автомобилем одну и ту же платформу по экстерьеру toyota corolla cross не имеет ничего общего с другими автомобилями из этой линейки автомобиль намеренно сделали агрессивным спереди большая черная решетка вся оптика светодиодная ну а как вы видите нет значка toyota решили поставить фирменный логотип коровы автомобиль предлагается с колесами 17 18 дюймов в нашем случае это 17 сзади у нас небольшой спойлер дворник на заднем окне автомобиль представлен в четырех комплектациях gx g s и z зависимости от комплектации может немного отличаться оптика ну и салон автомобиля длина corolla cross 446 сантиметров ширина 182 с половиной высота 162 сантиметра и колесная база 264 сантиметра новая toyota corolla cross немного превосходит see each are она на 10 сантиметров длиннее на три сантиметра шире и на пять с половиной сантиметра выше однако новинка на 14 сантиметров короче чем raw 4 на три сантиметра уже и на шесть половиной сантиметра ниже колесная база такая же как у see each are просвет дорожные чуть больше 16 сантиметров под капотом toyota corolla cross находится 18 литровый мотор в обычном или в гибридном исполнении что касается моторной линейки то toyota corolla cross доступен обычный атмосферный бензиновый двигатель 18 литра с мощностью 140 лошадиных сил также доступен гибридный двигатель 18 литра но по мощности там 122 лошадиные силы у нас сегодня автомобиль с бензиновым двигателем кстати если вы берете бензиновый двигатель то привод только передний если вы берете с гибридным двигателем то можно выбрать и полноприводную модель в зависимости от того переднеприводная это версия гибрида или полноприводная, различаются и модификации подвески. У кроссовера с передним приводом сзади торсинная балка, а у полноприводного многорычажка. Салон Toyota Corolla Cross вряд ли сможет вас чем-то удивить. За исключением некоторых элементов салон автомобиля полностью повторяет внутреннее пространство нового одноименного седана. Автомобиль получает высокорасположенный дисплей 7 или 9 дюймов в зависимости от комплектации. В зависимости от комплектации доступна тканевая или комбинированная обивка. В нашем случае это тканевая. В принципе салон очень простой. Здесь у нас бардачок, экран знакомый, если вы видели другие модели управления кондиционером. Здесь у нас простая комплектация, поэтому доступна только зарядка одна для USB, небольшое пространство, чтобы положить телефон или какую-нибудь мелочь, коробка передач, две кнопки hold и ручной тормоз и два подстаканника. Подлокотники немного пространства, одна зарядка на 12 вольт, 120 ватт и одна USB зарядка. Руль такой же как на всех остальных новых бюджетных автомобилей компании Toyota. Слева у нас управление звука, небольшой джойстик, с правой стороны круиз-контроль, контроль линии, ну и приключения режимов. За рулем стандартная приборная панель, одометр, спидометр и небольшой цифровой экран. В базовой комплектации особо нет кнопок, единственный контроль оптики, ну и сидение у нас просто на рычагах, которые... А че он сломан, что ли? Ну а сидение у нас простые, на рычагах, контроль высоты и спинка. Спинка очень легко и быстро опускается, если вам нужно спрятаться от кого-то. Пойдемте посмотрим, сколько места на задних сиденьях. Переднее сидение оставил в том же положении, в котором я управлял автомобилем. Место намного больше, по ощущениям, чем в CHR. Так что, если вы мучились от нехватки мест для коленей, то этот автомобиль для вас. У меня здесь практически кулак остается. Сидушки с небольшой поддержкой, обычный тканевый салон. Так как у нас базовая комплектация, здесь просто есть место, чтобы положить какую-нибудь мелочь, ключи. Телефон, наверное, не поместится, упадет. Ну и подлокотник, он здесь отсутствует. А нету подлокотник. Подлокотник отсутствует, но есть крепление ISOFIX для детских сидений. Ну и довольно много пространства над головой, поэтому даже с высоким ростом очень удобно сидеть. На кочках биться головой о потолок вы точно не будете. Багажник у Corolla Cross не слишком крупный для C-класса, всего лишь 487 литров. Расширить багажное пространство можно, сложив о спинке заднего ряда. И у вас получается багажник практически в два раза больше. Немного проехав за рулем новой Toyota Corolla Cross, мне нравится уже само пространство. Водительское очень удобно. И сидение, и руль, и расстояние. Новый автомобиль получил последнюю систему безопасности Toyota Safety Sense. Это и адаптивный круиз-контроль, и контроль линии, чтобы машина не заходила за линию. Также есть система предотвращения фронтального столкновения с системой автоматического торможения. Автомобиль распознает не только машины, которые едут впереди, но также пешеходов и велосипедистов. Во всех комплектациях, кроме базовой, установлены камеры заднего вида. Ну а самых топовых комплектаций есть камера обзора 360 градусов. Расход топлива по каталогу у бензиновой версии 7 литров на сотню, у гибридной 4 литра на 100 километров. Мне, как владельцу дизельного автомобиля, очень понравилась динамика нового Toyota Corolla Cross. Очень приятно управлять, на поворотах хорошо держит, и на светофорах, когда нужно немного газануть, автомобиль очень хорошо реагирует на педаль газа. В целом, новый Toyota Corolla Cross получился отличным кроссовером, который занял нишу между RAV4 и CHR. В Японии новый автомобиль базовой комплектации начинается от 2 миллионов йен. Это примерно 1 миллион 300 рублей. Максимальная комплектация стоит 3 миллиона 200 йен. Это чуть больше 2 миллионов рублей. На сегодня все. Увидимся с вами в следующем видео. Ставьте лайки, пишите в комментариях, как вам новая Toyota Corolla Cross. Ну а Сергей, передаю тебе слово. Очень интересно услышать твое мнение. Ребят, ну что, как вам этот автомобиль? По-моему, получился очень достойный конкурент для Toyota CHR. И вообще, как я говорил, 3 года назад то, что рынок кроссоверов, он растет, и все бренды прибавляют в себе модели кроссоверов и делают даже, видите, вот такие вот как бы отростки от основного концепта. Toyota Corolla вообще это был изначально седан, и уже потом появился универсал. Вот сейчас мы смотрим на Toyota Corolla Cross. Да что там говорить, даже Toyota Century из самого премиального, дорогого и крутого седана от Toyota превратился. Точнее, образовался новый отросток от нее. Отросток, как это звучит? Новая вариация этой модели, это кроссовер. Если вы еще не видели, вот здесь вот мы вам покажем фотографию этого нового Culinano, но только от Toyota. Вот, в общем, выглядит очень эффектно, как у нее открываются двери, внешка, окраска, экстерьер, интерьер. Просто вау! Надеюсь, скоро у нас, кстати говоря, появятся кадры. Как только эта машина будет представлена в салонах, мы вам ее покажем. Ожидайте Toyota Century в кузове краса. Ребята, возвращаемся к нашу Toyota Corolla Cross. Напишите ваше мнение. Что думаете по дизайну? Что думаете по внутрянке? Что вам ближе? Все-таки CHR либо как бы а-ля короловская простота внутри салона Toyota Corolla Cross? Напишите ваше мнение и, кстати говоря, также напишите, если вам понравилась Toyota Corolla Cross, готовы ли вы взять версию на 1.8 моторе. А, напоминаю, она не санкционная, а мы это видео публикуем и записываем в 23-м году, когда у нас Япония ввела санкции. И надеемся, что скоро вот эти терки кончатся и все-таки мы сможем покупать любые автомобили из Японии без всяких танцев с бубном, чтобы завести эту машину там с гибридным мотором, свыше 1.9 литра и электрокары без вот этого всего. А просто они приезжают, вот здесь вот выгружаются. И очень надеемся то, что Toyota Corolla Cross скоро окажется на этой этажерке и мы снимем полноценный обзор. Если нет, тогда мы поедем за ней в Японию. Ребят, жду ваши комментарии, подпишитесь на канал, поставьте лайк и не забудьте писать, какие автомобили вы бы хотели увидеть напрямую из Японии. Пока. Компания Сферокар предоставляет полный комплекс услуг по подбору, доставке, растамаживанию и отправке по России автомобилей с аукционов Японии. Компания Сферокар. Ваш эксперт в выборе качественного автомобиля.